Перед очередными президентскими выборами весь мир потрясли ролики о грузинских тюрьмах, о пытках якобы в грузинских тюрьмах, где заключенным ворам в законе чуть ли не в задний проход засовывали швабры, черенки от швабр, извините за натурализм. Но я смотрел эти ролики. Скажите, пожалуйста, это правда или это фальшивка? Вы знаете, давайте два слова, если можно. Конечно, это было все это сценарий, который раскручивал акционер Газпрома Иванишвили, который сейчас, честно говоря, кирует неформально Грузии. И это был очень серьезный сценарий, который был постановлен ФСБ, почему в России. Почему? Потому что потом уже после этого приехали эксперты, кстати, и изучали этот материал. И, честно говоря, было очень много расследований, но самое главное, те люди, которые реально принимали там участие, их же не арестовали потом. Они до сих пор с охраной ездят по улицам Тбилиси, понимаете? То есть сделали кино, да? Это сделали сценарий. Это, ну, понимаете, олигарх. Вот, честно говоря, вы очень хорошо знаете методы олигархов. Да, в основном олигархов, которые реально все свое состояние накопили в Россию. Ну, в Российской Федерации. И невозможно, чтобы люди зарабатывали очень много денег, несколько миллиардов в России. Не работая с ФСБ. В России. И они не имели никакого отношения с Путиным. Это дважды два-четыре, и это логика, да? Так что про русский олигарх, который реально очень заслали его в Грузию, который очень реально хотел захватить власть. Бедзину вы имеете в виду? Да, я имею в виду бедзину. Захватить власть. И в том числе помогали, конечно. И самое главное, мы должны понимать, что начиная с 2003, когда у нас была революция РОС, заканчивая в 2012, мы создавали современное грузинское правительство, но в том числе имели очень серьезного врага, понимаете, в лице Путина, да? И целые институты, да, ККБ, ФСБ, ГРУ работали против современных грузинских государств, как это происходит сейчас у нас в Украине, да? Это абсолютно. Так что параллельно мы имели вот очень серьезную такую битву, понимаете, вот с Российской Федерацией. Так что, да, это была постановка. Опять-таки же логически, если мы будем говорить, то те люди, которые якобы принимали участие вот в этих роликах, или как это вот в фильме, я не знаю, в кадрах, да, они до сих пор абсолютно свободны, их не арестовали, наоборот, они с охраной сейчас живут в Тбилиси и очень хорошо себя чувствуют, понимаете?